Длинная катушка, намотанная изолированным проводом, называется соленоидом. Сейчас источник питания выключен и стрелка компаса показывает на север. Включим источник и стрелка разворачивается вдоль оси катушки, потому что соленоид создает магнитное поле, гораздо большее магнитного поля Земли. Сменим направление тока и стрелка поворачивается к катушке другим концом. Пронесем компас сквозь катушку, стрелка сохраняет свое направление. Обнесем компас снаружи соленоида. Стрелка смотрит вдоль направления силовых линий магнитного поля. Мы построили картину силовых линий магнитного поля длинного соленоида в программе Vizimac. Внутри катушки поле практически однородно, а снаружи катушки оно выглядит точно так же, как у постоянного цилиндрического магнита. С помощью этой программы можно увидеть не только направление, но и величину магнитного поля. Красным цветом показано самое сильное поле внутри соленоида, а снаружи поле быстро ослабевает с расстоянием. Чтобы измерить поле на оси соленоида, мы установили датчик магнитного поля на зубчатую рейку. Введем датчик внутрь соленоида. Поле в центре катушки составляет 0,02 теслы, это в 200 раз больше магнитного поля Земли. Выдвигаем датчик и записываем график. Видно, что поле вне соленоида довольно быстро спадает с расстоянием. Магнитное поле внутри длинного соленоида пропорционально силе тока в катушке. Так же оно пропорционально плотности намотки витков. Если на единицу длины катушки приходится вдвое больше витков, то и поле увеличивается в два раза. В системе Си коэффициент пропорциональности равен магнитной постоянной мю нулевое. Также легко рассчитывается поле на выходе из длинного соленоида на его оси. Мысленно добавим такой же соленоид с другой стороны. Он создает в этой точке такое же поле. Но эти два поля в сумме дают поле B. Значит, каждое из них равно B пополам. В нашем опыте соленоид был не очень длинным по сравнению с его диаметром. И тем не менее, поле на выходе из него почти в два раза меньше, чем в центре. Сейчас магнитное поле на выходе из соленоида равно 11 тысячных теслы. Но его можно увеличить, ведя внутрь катушки железный сердечник. Поле выросло более чем в 4 раза. Железо намагнитилось и усилило магнитное поле катушки.